Пока взрослые ищут ответы, дети из лесного городка продолжат учиться в старом здании школы. Его построили в 60-х, что, конечно, дает о себе знать. 900 человек здесь учатся в две смены. Места катастрофически не хватает. Под классы отдали уже практически все помещения, даже учительскую. Остался лишь кабинет директора. Торжественные линейки проводятся в несколько потоков. Все ребята просто не помещаются в маленьком школьном дворе. Оконные рамы прогнили. Их просто боятся открывать. Зимой в библиотеке учителя ходят в валенках. При этом в лесногородской школе очень сильный педагогический состав. Ее ученики постоянно становятся победителями различных олимпиад и конкурсов. На крохотной кухне повара готовят вкусные завтраки и обеды. Самое главное качество питания достойно. Дети с ним дают все. Повара хорошие. Да, хорошие. В школе давно требуется капитальный ремонт. Но решили, что более эффективно будет построить новое здание. Обозначили и срок сдачи в эксплуатацию. Август 2014 года. Не успели. Равно, как не успеют и к сентябрю этого года. На площадке еще вовсю идет строительство. Я должен внятно понять и понятно поместить. Все-таки взять какие-то обязательства. Ваши лица, застройщики, все-таки давайте продвинемся по сроку. Оптимистический, пистолетический прогноз. Непростая ситуация, по словам генерального директора компании Сергея Самохина, сложилась из-за проблем с финансированием. К тому же ее усугубил экономический кризис в стране. Тем не менее, застройщик пообещал, что школа откроет свои двери ученикам в ноябре этого года. Еще один строящийся объект, который посетил Михаил Пайсов – малоэтажный жилой комплекс «Вальдемироль» или, как его еще называют, «Изумрудная долина». Здесь те же проблемы. Строительство объектов сильно затянулось. Остановлено финансирование банком на данной площадке. На сегодняшний момент застройщик заверяет о привлечении инвестора непосредственно уже на вторую очередь, вот на которой мы стоим, которую мы видим. И вопрос у них решен и подписан договор со инвестированием. Но застройщик уверяет, что возобновление строительства пойдет своим ходом по графикам, которые у нас разработана дорожная карта и подписана с всеми сторонами. До сих пор в поселке нет электричества. Жители пяти домов, которые уже сданы, не могут начать делать ремонт. В ближайшие выходные будущие жильцы, у которых накопилось много вопросов к застройщику, планируют провести митинг. Михаил Пайсов, в свою очередь, призвал не уклоняться от диалога с дольщиками, общаться на форумах, отвечать на вопросы людей, которые взвлатили деньги, а квартиры получить все еще не могут. Ведь именно недостаток информации, как признаются жильцы, и ведет к обострению ситуации с застройщиком. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Один Соло.